Коронавирусная инфекция хоть и перестала быть доминирующей, на смену ей пришел грипп, который буквально год-два назад вел себя тише воды, ниже травы. Сейчас чем больше влаги и холода, тем этому коварному вирусу лучше. Поэтому осень и зима – прекрасное время для существования подобной проблемы. Особенно грипп любит детей и людей пожилого возраста. На сегодняшний день действительно наряду уже с коронавирусной инфекцией к нам пришло более, тоже не менее серьезное заболевание – это грипп. Потому что вот эти два пандемических года мы грипп не фиксировали, он у нас циркулировал в единичных, спорадических случаях, потому что все-таки пандемический вирус коронавируса его больше вытеснил из общей популяции циркулирующих вирусов. И действительно в этом году мы наблюдаем возврат вирусов гриппа именно в циркуляцию среди нашего населения. В общей структуре заболевших мы видим, что, как и в прежние годы, все-таки наибольший удельный вес заболевших приходится на детское население. Это где-то порядка 60%. И среди заболевших мы видим, что группа риска – это в основном дети в возрасте 3-6 лет, а также 7-14 лет. У взрослых коронавирус и вирус гриппа имеют похожую клиническую картину. Симптомы одинаковые, но переносятся по-разному. Можно отметить повышение температуры, головную боль и слабость, светобоязнь, кашель или кишечный синдром. Основные признаки заболевания при гриппе – это все-таки резкий подъем в течение первых дней температуры до очень высоких цифр – 38-39, а в ряде случаев и 40 градусов. И также именно развитие сильной общей интоксикации организма, которая проявляется действительно такой выраженной слабостью, где-то даже сильными головными болями. Со стороны дыхательной системы для гриппа характерны трахеиты, то есть это сухие кашли и действительно дискомфорт в грудной клетке, соответственно. Ну и также, как мы уже говорили, это и боли в мышцах, боли в глазных яблоках, в суставах, то есть вот именно присутствует ломота во всем теле. 2022-2021 годы были тяжелыми, но брещане научились справляться с вирусной инфекцией. Первым средством, которое обезопасило человека и от гриппа, и от ковида, стало вакцинирование. Это очень важные для нас, считаем, мероприятия, потому что именно вот эти компании позволяют нам сформировать коллективный иммунитет, и благодаря которому мы видим и по коронавирусной инфекции стабилизировалась ситуация, и плюс по гриппу мы тоже видим из года в год, что все-таки создание вот этой прослойки, не менее 40% от населения привившихся, нам позволяет сформировать действительно необходимую защиту и действительно управлять эпид-процессом, не наблюдая каких-то невероятных скачков волнообразных заболеваемостей среди населения. Вакцинация – это первое средство, чтобы обезопасить себя от любой вирусной инфекции. Но не менее важно, как подчеркнула Галина Садовникова, заботиться о себе самостоятельно, использовать средства индивидуальной защиты и относится это к предстоящим новогодним праздникам.